В прямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Игра на выживание в такие игры. Каждый день играют дети. Поселка газопровод Изобильного на опасной площадке побывала и Анастасия Зубрицкая. Что такое соцконтракт и как он помогает фермерам на Ставрополье смотрите в сюжете Кристины Бородюк. Советы на лето. Как провести самые жаркие 92 дня, чтобы они точно запомнились. Ну а начнем с актуальной статистики по коронавирусу. С инфекцией справились еще 34 Ставропольца. Общее число выздоровших в регионе приближается к 188 тысячам. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в соцсети ВКонтакте. За минувшие сутки плюс 54 заболевших, один пациент скончался. Не забывайте вакцинироваться и ревакцинироваться. Лестница в никуда, торчащие гвозди и крылатые качели. Причем в прямом смысле слова. Это не сцена из фильма ужасов, а вполне реальная игровая площадка. На которой и сейчас играют самые маленькие жители Изобильного. На площадку с недетскими испытаниями отправилась Анастасия Зубрицкая. Все лучшее детям. Это высказывание буквально разрушается на глазах, когда попадаешь на детскую площадку. Поселок газопровод Изобильного. И гулять здесь не то, что не весело, но и небезопасно. Это подтверждают и местные жители. Вчера упал ребенок. Головой пробил голову. Кровь просто невыносимо хлыщила у него с головы. Гнилые доски. Дети проваливаются, вываливаются с этой площадки. Я тоже мать троих детей. Я 6 лет билась, чтобы что-то сделали. Но кроме как покрасить, ничего не сделали. А вот насколько здесь опасно, мне поможет оценить, можно сказать, эксперт в этом вопросе, местная жительница Ева. Ева, лестница в никуда здесь когда появилась? Да тут месяцев пять назад где-то. Вот тут катались, бегали мы, играли. Вот тут девочка упала, поцарапала вот так ногу. Вот сюда потом упала и упала. Ленточки ограждения здесь периодически появляются, но не задерживаются. И тем более никого не останавливают. Максимум можно вот так и спрыгнуть вот туда. Детские игры с настоящими взрослыми препятствиями. На самом деле преодолеть я сейчас не смогу. А вот и горка. И в ней прорублено, можно сказать, окно в площадку. Видите, тут они уже как-то ее делали, чтобы не порезаться. Пока Ева проводила экскурсию по площадке, на место приехал и мастер. Что возможно своими силами? Ага, что сейчас будете делать? Досточки менять. А вот там вот лестница, она буквально... Ну да, как выделят остальные, тогда. А мы продолжаем. Вот мы обнаружили еще одну опасность. И сейчас позаимствовали инструмент у мастера. И попробуем ее сами решить, ну чтобы никто не зацепился. Одну проблему мы устранили. Следующая точка качели почти крылатые. Ну вот тут я кататься боюсь, потому что тут трещина очень большая. Ну вот тут дети маленькие катаются. Ну вот так залазим по ним, вот так ногами опираемся, чтобы не упало. Вот на две доски. Игра на выживание. Я бы так это все подытожила. Эта горка падала на глазах у детей. А эту конструкцию легко можно раскачать. Частичный ремонт своими силами на площадке периодически делают родители. Иногда инициативу в свои руки берут и дети. Вот, пожалуйста, показываю. Это дети сами поднимают, упор делают сюда, чтобы как-то им подниматься на лестницу. Это на этой лестнице я сейчас стояла. И это, уверяют жители, единственная площадка на весь микрорайон. Ну, домов, наверное, 15, а то и 20. Как бы очень много домов. Плюс частный сектор, потому что в данном районе она одна и она очень большая. Дети, которым 3 года до 5 лет, как бы им мало места, где поиграть. Самым маленьким можно поиграть в песочнице, которую родители называют воображаемой. Тут песок был затрамбован. Мы с мужем лопатками двумя взяли, раскопали хотя бы, чтобы как-то ребенок мог поиграть в песке. Это воображаемая песочница. Раньше этой площадкой гордились. Ее около 15 лет назад установили в подарок местным жителям газовики. Однако свое она давно отслужила. И мы очень бы хотели, чтобы эту площадку практически демонтировали и создали бы новую. Потому что это уже не подлежит ремонту. Демонтировать старую и построить новую возможно, отметили сотрудники администрации округа. Жителям предложили принять участие в губернаторской программе поддержки местных инициатив. У нас сейчас есть программа местной инициативы, в которой можно установить детскую площадку с покрытием, ну, по современным требованиям. И такую уже сделали у нас в опыте Солнечнодольске. Она около 5 миллионов, кажется, стоит. Но там условия какие? Должны быть несколько уровней бюджета. В том числе жители сами должны нести какие-то свои средства. Все детали и возможность участия в программе жители и представители администрации обсудят в выходные. Уже назначено собрание. А пока местные власти пообещали помочь с ремонтом. Правда, в порядке очереди. 29 площадок, и мы идем ко всей ремонтируем. Поэтому, естественно, мы все в наших силах, все сделаем. Верят в светлое будущее. Это и детской площадки Анастасия Зубрицкая, и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Начать свое аграрное дело не так сложно, как может показаться. В этом не так давно убедились и новоиспеченный фермер, которому чуть за 20, и семья из Нижнего Новгорода. Как все это реализовать на практике, узнала Кристина Бородюк. Да, вот здесь вот у нее сено. Каждый день кашу, свежая все, постоянно кушает. С характером она не любит новеньких. Эту буренку с непростым характером зовут Марта. Ее хозяин Юрий с детства погружен в сельскую жизнь. Помогал родителям. И вот в 22 решился приобрести своих корову и теленка. Помог в этом соцконтракт. Родители у меня сами все сделали, хозяйство. То есть они ни у кого не брали денег, не просили. Они тоже от этого далеки были, не знали. Ну, сказали, попробуй, если получится, то занимайся хозяйством. Два месяца бегал только с документами, собирал все. Ну, оно того стоит. Вести фермерское хозяйство не так-то просто. Сейчас я огорчу всех, кто думает, что с животными легко. Но они же как дети. Их нужно приласкать, нужно покормить с ними, нужно погулять. Да? К своим животным Юрий относится с особым трепетом. И даже не пускает их в стадо. А вот тут у нас в новом быте в стадо гоняют коров. То есть целый день выгнали. И все. Как они там, что они там. Пастух, может, палкой их гоняет, бьет. Да, это я так не хочу. Она должна дома стоять под моим присмотром. В день марта дает около 17 литров молока. Пока его отправляют в город на переработку. А в соседнем селе Ключевском семья Гусаровых разводит коз. Шесть лет назад Александр и Оксана приехали к нам в регион из Нижнего Новгорода. И так на Ставрополье понравилось, что решили остаться. Мы сюда приехали к друзьям. И приехали как раз на плодоношение абрикоса. И я вот сидел на абрикосе, не на этой, ел вот эти спелые абрикосы. У меня аж до сих пор мурашки, как вспомнил. И я понимал, что никогда, никогда я никогда, в общем, не ел таких фруктов. И я понял, что мои дети, они тоже не поедят их, если мы там останемся. Вот так, благодаря абрикосам, и появилась у нас в крае еще одна ферма. Гусаровы решили завести коз. Начинали с трех. По соцконтракту взяли одну дойную и две маленьких. С документами помог племзавод. А сейчас в хозяйстве уже несколько пород. Англонубийская, Альпийская и Заанинская. Ухаживает за ними вся семья. Шестилетний Влада и Елисей любят косить траву и кормить животных. Они обычно в сарае спят или где? В сарае спят. А здесь что делают? Едят. Питаются козы травой. А зерно для них лакомство. Его они получают во время дойки. Сейчас животные дают около трех литров молока в день, так как остальное выпивают козлята. Давно хотели завести коз. Как-то не решались. Да. Почему? Ну, не было толчка, наверное. А вот тут как раз такая возможность появилась. Подумали, а почему бы и не попробовать? Особо не безобразничают. Те, которые безобразничают, мы с ними немножко ругаемся. Заключить соцконтракт, как и герои нашего сюжета, могут люди, доход которых ниже прожиточного минимума. А еще попавшие в трудную жизненную ситуацию или потерявшие работу. За справкой нужно обратиться в Центры социальной защиты населения или МФЦ по месту жительства. Губернатор Владимир Владимиров в своем недавнем ежегодном послании Краевой Думе отметил, что в этом году на Ставрополье планируют заключить более 4 тысяч соцконтрактов. На эти цели направлено 600 миллионов рублей. А задумались о собственном деле Кристина Бородюк и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. В первый день лета мы задались вопросом, как провести эти 92 дня с пользой. Ведь самый яркий и жаркий сезон в году обычно пролетает очень быстро. Как сделать его запоминающимся? Виктория Шкальная собрала самые неожиданные идеи и даже устроила свою личную жизнь. Лето – это маленькая жизнь. И самое время задуматься о том, как провести эти самые любимые три месяца, чтобы потом не пришлось сожалеть о вновь упущенном времени. И прежде всего позаботиться нужно о своем психологическом состоянии. Зимой мы психологически, то есть мы скованы на уровне одежды, маршрутов, которыми мы ходим, местами, в которых бываем. Летом все расцветает, и природа транслирует такую свободу. И важно тоже раскрепоститься психологически, то есть позволить себе свободу передвижения, свободу в выражении. Научиться играть на флейте или прыгнуть с парашютом, съездить в новый город или просто пойти на работу по непривычному маршруту. Лето – самое время выйти за рамки привычного и познать себя. Ну что ж, дух в порядке, пришло время позаботиться о теле. Фрукты, овощи, зелень – ешьте все это и как можно больше. Обязательно включать фрукты и овощи в рацион, так как это сезонные фрукты, и в них самое большое количество витаминов, микроэлементов. Считается, что в день должно быть не менее 400 грамм фруктов, и во столько же, может даже чуть-чуть больше, будет еще и овощей. Это нужно сделать обязательно, чтобы хотя бы летом наполнить свой организм всеми недостающими веществами и был какой-то запас на зиму. И, конечно, помните о жидкости. Всегда носите с собой бутылку воды. Но все же, чем занять свое лето? Этот вопрос мы задали своим коллегам. Скажи, что нужно успеть сделать этим летом? Сдать экзамены и курсовой написать. Понимаю. Чтобы лето удалось, нужно обязательно съездить в путешествие, получить новые эмоции и зарядиться на год вперед. Можно заняться саморазвитием или же спортом, пойти поиграть в футбол, в волейбол, в гонбол. У меня план покорить твое сердце. Надеюсь, все получится. Что-то из серии. Побегать босиком по траве, поспать под звездным небом, познакомиться с незнакомым человеком. Значит, что нужно успеть сделать этим летом? Ой, я хотела... Летом нужно обязательно успеть сфотографироваться. А лучше фотографироваться, фотографироваться, фотографироваться. Все говорят, что туда месяц сдвинулась погода. Соответственно, наступает только май. Друзья, еще есть целый месяц подготовиться к лету, чем я, например, усердно занимаюсь. Шортики человечка покажи, готовиться к лету. Все хорошо. Ну а вам остается лишь придумать свой список самых важных дел на лето 2022. Для меня лето – это осознанно выйти на несколько остановок раньше и просто прогуляться. Сесть на лавочку и дочитать уже, наконец, эту неоконченную книгу. А вообще у лета всего один минус. Оно очень быстро пролетает. Поэтому успейте насладиться этим прекрасным временем и запастись теплыми эмоциями на весь год. А решили провести эти три месяца на все сто. А я напоминаю, что наш сайт продолжает подвергаться ДИДО с атакам, поэтому временно не работает. Но все новости вы можете найти в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь. Далее прогноз погоды. У меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Увидимся. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на среду – 1 июня. Лето встречаем сразу настоящей летней жаркой погодой по всему краю. Наконец-то жара, жаришка, жарюшечка. Без осадков в центральных территориях края и до плюс 33 днем и плюс 22 вечером. Красота. Но, внимание, солнце очень жаркое. Ультрафиолетовый индекс, соответственно, очень высокий. Загорайте недолго и просто долго не будьте на солнце. Магнитное поле спокойное. Луна растущая. Световой день 15 часов 23 минуты. А вот на Кавминводах как-то пока не очень-то и лето. И угадайте, где ожидается небольшой дождь. Правильно, в Кисловодске. В остальных городах без осадков и относительно тепло. 26-28 градусов в днем. Северо-восток края. Уж там-то точно. Вот жара так жара. Ясно и, конечно, без осадков. До плюс 33 выпадовая дивном. И до 35 в Нефтекумске. Осадки, облака, не, не слышали. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова